на самом деле друзья в контексте сегодняшних дней на киа махов снято достаточно большое количество обзоров и ходить вокруг него его хотя хоть два четвертом году кажется как будто бы не совсем целесообразно большинство даже именит именитых блогеров сняла на них обзор но перед нами не дилерская версия а именно из для внутреннего рынка корей и они отличаются немножечко более продвинутыми комплектациями и мотором но мотор отличается конкретно в тех местах которые нам не очень нравятся маркировка тоже тот же самый трехлитровый дизель это единственная модификация что есть у мохава то есть никаких бензинов никаких двух литров turbo только true трехлитровый дизель у данного мохава 260 лошадиных сил как вы знаете у дилерской версии которая продавалась в рф было 249 до налоговая в корее налоги считаются немножко по-другому поэтому и без разницы и поэтому здесь 260 динамика у машин абсолютно одинаковая но будьте готовы что здесь на машину налог и скорее будет больше в остальном пространство все плюс-минус такой же мощный хороший аккумулятор опять же повторюсь 3 литра дизель turbo едет достойно для данного автомобиля связка очень хорошая при том что здесь не какой-нибудь вариатор до или механика не дай бог здесь нормальный хороший восьмиступенчатый автомат который прослужит долго то есть трушный настоящий мужицкий автомобиль по внешнему виду у нас здесь до рестайлинг другой шильдик в принципе оптика красивая линзованная если смотреть в контексте и сравнивать с каким-нибудь японцами маха смотрится достойно достаточно то есть если вы знаете у мохава есть первое поколение она как есть в россии так и есть и скорее принципе тоже можно привести на на мой взгляд субъективный внешность у него какого-то несуразного бегемотика кому нравится мохава в первом поколении извините это лично мое мнение туманки есть и при том что у нас присутствует круговой обзор и друзья сразу скажу вас стоя возле него до возле его морды здесь хороший добротный капот достаточно большая морда то есть достаточно приятный кроссовер его очень часто сравнивают с прадиком вообще некорректно то есть это не правда правда это рамный прям трушный кроссовер и правда больше но мохав не уступает своими формами дело его в принципе комфортным и в салоне и снутри что касается морды что задней части ну вот чисто ботин кроссовер вот вот серьезно вот когда ты рассматриваешь какой-нибудь автомобиль чтобы он был квадратный еще и дизельный turbo чтоб 4 в.д. что еще сегодня из леворукового адекватного реально можно взять кстати электропривод багажника здесь тоже присутствует он нормально адекватно работает пожалуйста поехали куда-то на парковку нажали на кнопку открылась багажник в данном случае у нас версия семиместная у нас здесь объем багажника 350 литров опять также к вопросу то есть куда-то что-то загрузить поехать добротный кроссовер получается все загрузили электро кнопочку нажали на море приехали кайф акустику машины прикольно даже сегодня вот сейчас вот сзади находясь и веру что здесь есть сабвуферы куча динамиков также у нас сзади присутствует usb разъем и для разъема для задних пассажиров то есть это к вопросу к подходу сравнение с японцами то есть как подходят японцы к автомобилям и как подходят корейцы корейцы как будто начинают немножечко их опережать потому что они начинают заботиться обо всех пассажиров что есть салоне и добавляют различные плюшки японцы заботятся только о водителе пассажиры не имеет никакого значения может быть это их такая философия и на этом строится их мировоззрение в автомобилях ну с внешкой все понятно по клиренсу здесь 217 миллиметров по каталогу колеса у нас здесь двести шестьдесят пять пятьдесят двадцать разболтовка здесь по моему 6 на 114 на самом деле такая себе разболтовка для людей кто ездит на японских машинах узнать что такое колесо в водеустоки вы не найдете а что по салону если с внешностью как бы все понятно с автомобиль снаружи как любой другой интересный автомобиль и кроссовер то внутри ты уже начинаешь понимать что ты в принципе отдал деньги за вменяемый автомобиль у котором есть куча опций во первых у тебя жидкокристаллический экран у тебя огромная мультимедиа климат-контроль у тебя будет раздельный управление различные кнопки у тебя присутствуют также как и киа очень заботится допустим о таких вещах как комфорт сидений и даже в каких-то базовых комплектациях вы можете найти у киа и скорее и обдув сидений и подогрев сидений и различного рода подстаканники и даже подогрев руля это бывает даже в базовых комплектациях каких-нибудь базовых киа что касается убранства салона то есть какие у нас варианты если берем комплектацию платинум то сидушки вот на самом деле попроще и комплектация платинум она настолько простовато что в принципе по ценнику не сильно отличаются от мастера что я не рекомендую ее брать в остальном вы можете заказать салон и скорее привести к такой коричневый у вас будет коричневые сидения коричневые вставки и черный потолок можете заказать автомобили скорее он будет черным салоном черные вставки но белый потолок а еще есть комплектацию которых есть белые прям сидения но это на любителя на самом деле их не так много продается в Корее, и тоже идут они с светлым потолком. Что касается еще комплектации, как я ранее говорил, есть комплектация Master и Master Gravity. Master Gravity отличается у нас оплеткой на руле, она у нас здесь будет из Алькантары, и парочку вставок тоже из Алькантары. По мультимедии, допустим, у нас здесь присутствует куча опций касаемо этой мультимедии, то есть вы можете пользоваться ей как угодно, а самое главное в ней есть Apple CarPlay. Ее реально можно перевести на русский язык, то есть если мы сравниваем с какими-то японскими магнитолами, то здесь вообще все шикарно в этом плане. Это гистолический спидометр, кстати, со всеми приколюхами, с поворотничками, показывается все интересно, также у нас здесь есть куча опций, то есть вот на самом деле вот что и заключается отличие по большей части японцев и корейцев, это их мультимедиа. Прикольно, что у тебя здесь есть экранчик с кучей функций, он здесь сделан в форме аналоговых приборов, то есть тахометр, спидометр, есть куча приколов, что касается кнопок. Кнопки помощи спуска с горы, удержание в полосе, также трекшн контроль, настройка яркости, кнопка открывания багажника, кнопка открывания у нас бензобака и электро стояночный тормоз. Все стекла автомобиля естественно автоматически, как же иначе, есть память сидений и что очень важно в данных автомобилях, как в любых добротных кроссоверах либо премиум сенанах, когда ты погружаешься в автомобиль, есть welcome, точнее free out, это когда отодвигается руль, отодвигается сидение и также comfort seat, как там правильно по-английски, Игорь, я что-то вообще жестить начал с фразами, тебе подъезжают руль и подъезжает сидение. Также электропривод есть у переднего пассажира. Вот что касается здешнего убранства, то есть все приколюшки есть, в целом опционала здесь даже больше, чем вам может быть потребуется, но это приятно, что это есть в автомобиле и об этом заботится производитель. Это что касается передней части автомобиля, здесь удобно, а что с пассажирами. Пассажиру в целом сзади будет достаточно удобно и опять же по поводу заботы о пассажирах. Во-первых, есть подогревы сидений задних двух, есть кнопки управления обдувом, что вы можете настроить себе обдув на ноги, обдув лицо, либо выключить обдув печки и так далее. Есть USB зарядки, есть прикуриватели и даже присутствует розетка под наши сиськи, даже стандарт. Что-либо угодно здесь можно подключить, фен там посушится, если вы на природу приехали, либо чайник подключить, но я не уверен, что чайник эта розетка вывезет. Есть прикольные воздуходувы, прям дико прикольные. Я первый раз такое встречаю, чтобы они дули из потолка, лампочки переключения света, еще есть кнопки унижения переднего пассажира, что вы могли его отодвинуть, если вы ездите вот на этом месте, а не за водителем. За водителем, в принципе, места достаточно, при том, что я машину заглушил, немножко сидушечка отъехала, мне здесь комфортно, касаемо ног. Но, что касается самой посадки, ноги находятся высоковато. Как, наверное, в большинстве кроссоверов, такого плана сидеть здесь как на лавке, когда пятая точка очень низкая, коленки очень высоко задроты. Ну и пока мы здесь, еще хотел бы отметить небольшой прикол, что касается обшивки. Наверное, это еще одно место больное у корейских автомобилей, у них у всех очень слабая кожа, ну прям дико слабая, она очень быстро трескается, и даже мы встречали на корейских площадках по продаже реальный пробег, там 30 тысяч километров, реальное состояние, видно, что уже сидушка просижена, по остальным параметрам, по кнопочкам машина идеально, видно, что пробег маленький, а вот по сиденьям все хана, то сиденья изнашиваются у корейских авто достаточно плотно, независимо от того, будет это дилерский вариант, или будет это вариант из Кореи. Что касается вообще посадки и ездовых характеристик Махао, ну посадка, естественно, кроссоверовская, самая, наверное, одна из прикольных посадок, сидишь высоко, глядишь далеко, тебе кайф, все машины для тебя маленькие. Что касается мотора самого, вот мы здесь сопочку слегка поднимаемся, но не скажу, что он какой-то прям дикий, мощный, тяговитый, да, потому что дизель мощный, я бы не сказал. В целом приятно. Что, кстати, касается полнопривода в автомобиле и его режимов. Вообще, 4WD здесь преимущественно задний, подключаются передние у нас кнопки, и также, что касается пробуксовок на грунтовочке и так далее, здесь система АБС, стабилизации и дифференциал подключается, и тем самым мы выбираемся из грязи. Прикольная система, в принципе, в большинстве автомобилей она есть, это блокируемый дифференциал, это то, что должно быть, в принципе, в любом кроссовере. Если у вас кроссовер одноногий, выкиньте этот кроссовер, купите нормально. Вот и все. Что касается ям, то он достаточно грубый, прям достаточно грубый, ну, как большинство, наверное, кроссоверов. Устойчивость на дороге, вот мы сейчас прям лежак такой переезжаем, ну, жестковато, да, Игорь? Жестковато, но, в принципе, кроссовер что-то еще хочет кроссовера. Нормально, в этом плане хорошо. Что касается режимов езды, у нас здесь есть варашек, на котором мы можем выбирать и выстраивать режимы, на которых мы хотим ездить, есть режим эко, есть режим спорт и комфорт. Понятное дело, что в эко режиме мы меньше расходуем топлива, поэтому двигатель более ва, такой вяленький. В спорте, естественно, двигатель работает на максимум, на повышенных оборотах за счет автомата. И также есть еще здесь крутилка, которая меняет drive-мод. Это выбираешь режим езды по какой грунтовке, либо по песку, либо по грязи ты собираешься ехать. Прикольно, что такие режимы есть, потестировать нам их негде, просто знайте, что данный автомобиль на это рассчитан и завод-изготовитель это предусматривает. По отзывам владельцев мохавов могу сказать так, что люди не жалуются, то есть на самом деле достаточно очень много хороших по нему отзывов, хороший добротный кроссовер. И самое главное в контексте нашего ролика, это то, что его можно привезти из-за рубежа. И скорее по вполне меняемым деньгам. То есть если вы откроете дром, то, понятное дело, какие вы там увидите цены. А эта машина без пробега по РФ, соответственно, наших дорог грязи не видела, поэтому она в шикарном состоянии. Ну, в принципе, на этом, наверное, все. Говорим о деньгах. Ну и что, друзья, подходим к самому главному вопросу сегодняшнего ролика. Сколько же они сегодня стоят? По отличию, как вы поняли, их на самом деле немного. А что с ценами? Вообще, скорее, данные автомобили можно привозить 19-го, 20-го, 21-го года выпуска вообще без проблем. Они еще пока проходные, 19-ый не полностью, 21-ый потихонечку становится проходным. Цены на них начинаются от 3 миллионов 500 тысяч рублей. Но это начало. То есть самое начало, тут будьте готовы, что будут ремонты, замены, покрасы и все в таком духе. Это на сегодня, на момент выхода этого ролика. Вообще, в целом, варианты такие, в хорошем состоянии, в хорошей комплектации мастер либо мастер гравити, без каких-либо глобальных ремонтов, стоят сегодня примерно 4 миллиона. Но это с сегодняшним курсом. Если курс немножечко упадет, то, конечно, немножечко станут они подешевле. Ну и, на мой взгляд, сегодня, когда хороший добротный кроссовер за 4 миллиона без пробега по РФ и такие Амахав, казалось бы, вроде и не так дорого. Что из аналогов сегодня можно взять, чтобы получить, в принципе, кроссовер, в принципе, с адекватным 4 ВД, с дизельным мотором, с турбовым, при этом еще и 3 литра и получить кучу опсы по салону. То есть, когда вы покупаете Махав, вот буквально немножко на нем прокатившись, я понял ту суть, что данные автомобили идеально подходят, если вам не хватает каких-то кнопочек вашей Тойоте. Тойота, прости, Тойоту я люблю, но Тойота почему-то не делает такого количества функционала для своих автомобилей, либо, если и делают, то это какие-то новые модели, которые стоят просто 10 плюс миллионов. Ну, куда? Какие 10 миллионов, когда за 4 миллиона можно взять пробежный по Корее пробежный киамахав. Ну и что ж, друзья, давайте, наверное, на этом будем с вами прощаться. Если в этот ролик смотрите, когда он только вышел, то ценники актуальны. Если вы его смотрите там через год, либо через пару месяцев, цены вполне могут быть неактуальны. И для этого, друзья, у нас есть в описании контакты всех наших менеджеров. Пишите им в личку, пишите им в WhatsApp, звоните на телефоны, они бесплатно для вас абсолютно все рассчитают. Любой автомобиль. Хотите также Махав рассчитать, если вы смотрите этот выпуск после года, как он вышел, без проблем позвонили, мы вам все рассказали. На связи был Максим, компания Приверите Авто. Всое спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, мне очень приятно их читать. И как вы думаете, что можно еще взять до 4 миллиона и чтобы было такое же прикольное, как и Махав. Всем пока! Компания Приверите Авто. Надежный поставщик автомобилей с аукционов Японии. Подбор автомобиля. Покупка, доставка, растаможивание. Приверите Авто. Ваш надежный поставщик.